Любая цивилизация отливается в те или иные государственные формы. Точно так же и наша русская цивилизация прошла несколько форм государственности. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Если мы посмотрим на Древнюю Русь, на Киевскую Русь, то это была ранняя феодальная монархия. Ранняя феодальная монархия потом рассыпается в середине XII века и возникает так называемая феодальная раздробленность, То есть несколько десятков мелких и средних княжеств, которые между собой враждуют, иногда союзы заключают, но так или иначе это такие мини-монархии. Затем в конце XV века возникает монархия, которую принято называть сословно-представительной. То есть монархия, при которой существует представительство сословий, земский собор. И вот сословно-представительная монархия существует у нас в XVI и XVII веках. Затем она превращается в абсолютную монархию. Абсолютная монархия – это система, при которой огромную роль играет чиновничий бюрократический аппарат. Сам монарх становится фактически частью этого аппарата. Такая абсолютная монархия, ну, с разными нюансами, но она существовала у нас и в XVIII и в XIX веке. Но идет прогресс, и наша монархия начинает превращаться в новую форму. Это форма конституционной монархии. В 1905 году революция заставила самодержца пойти на уступки. И вот в 1906 году стала работать Государственная дума, то есть, по сути дела, парламент. Идет процесс превращения нашей монархии в монархию конституционную. Этот процесс, к сожалению, наверное, к сожалению, не дошел до своего логического конца. В силу того, что в стране разразилась гражданская война, в результате этой гражданской войны большевики пришли к власти в стране, создан был тоталитарный режим, и таким образом конституционной монархии в полном смысле этого слова у нас так и не сложилось. Вот общий такой, так сказать, прогон форм государственности. Теперь давайте немножко ближе присмотримся к этим государственным формам, потому что, конечно, интересно, как развивалась страна в силу каких-то своих внутренних законов. То государство, которое сложилось у нас в конце XV века, «Россия», само название «Россия» появляется в конце XV столетия. Иван Великий – вот строитель того государства, которое принято называть самодержавием. Русская монархия – это не просто монархия, это своеобразная и очень такая тонкая система, которая называется самодержавием. Что такое самодержавие? Ну, об этом можно, конечно, целые лекции читать, но, в принципе, это очень четко сформулировал наш известный философ Владимир Сергеевич Соловьев, который однажды сказал так – самодержавие – это диктатура совести. Самодержавие – это диктатура совести. Что это значит? Как это можно понимать? А понимать это следует так, что наш монарх не только политический руководитель страны, но он и религиозный руководитель страны, он и духовный руководитель страны. И, соответственно, отношение подданных к нему – это не формальное отношение, так сказать, избирателей к избираемому, а это отношение к отцу. И вот эта вот царь-батюшка, известная формула, она полна действительно исторического смысла. Действительно царь-батюшка, потому что монарх наш был символом справедливости. Он был символом какой-то высшей правды. Почему? Потому что он мог отменить любой закон. Он мог отменить любую, так сказать, несправедливую, несправедливый приговор. И вот эта диктатура совести, конечно, тоже не идеальная форма, но во всяком случае это была своеобразная русская форма власти. Наше самодержавие, особенно в 19 веке, в начале 20-го, очень много было сказано о том, что это деспотизм, что это система, которая недостойна европейской страны. Но вы знаете, ведь дело в том, что когда появляется самодержавие? В конце 15-го, начале 16-го века. Тогда же, когда появляется и крепостное право. И вот мы увидим здесь интересное явление. Два события почти рядом на хронологии. Это судебник Ивана III 1497 года, который создавал крепостное право. И стояние на Угре 1480 года. То есть получилось так, что для того, чтобы вернуть себе независимость, страна должна была создать крепостное право. Крепостное право – это была мобилизация всех человеческих ресурсов страны для решения общенациональных задач. Независимость – важнейшая общенациональная задача. И это, между прочим, вот то, о чем наши зарубежные гости часто не понимают нас, иностранцы, они говорят, что вот что вы, русские, так сказать, все бегаете от свободы к диктатуре, от диктатуры к свободе, никак не можете решить, что вам значит лучше. Но дело-то в том, что наш выбор не выбор между свободой и диктатурой, деспотией. Если бы наш выбор был такой, мы бы все с песнями побежали бы к свободе, потому что любой человек любит свободу по природе своей. Но, к сожалению, наш исторический выбор – это выбор между свободой и независимостью. Между свободой, как свободой внутри страны, и независимостью от внешних сил. А что такое стояние на Угре? Стояние на Угре – это великое историческое событие, которое означало окончательное свержение татар-монгольского ига. То есть это то, чего наши предки добивались в течение двухсот с лишним лет. И вот для того, чтобы эту проблему все-таки решить, решить навсегда, нужно было иметь мощную армию, экипированную, снабженную артиллерией и всем необходимым. А для того, чтобы иметь такую армию, необходимо было обеспечить воинов, дворян, питанием, снабжением, так сказать, всем, что человеку необходимо для участия в боевых действиях. И вот тогда решено было прикрепить крестьян к тем помещикам, которые шли на войну. Помещики воевали, защищали родную землю, крестьяне их кормили. Это, в общем, было справедливо. Другое дело, что позднее в нашей истории уже крепостное право принимает характер такого, знаете, издевательства над людьми, когда во времена Екатерины запрещено было жаловаться на помещиков, ну и так далее. А вообще крепостное право отменено было у нас в 1861 году. И возникает вопрос, почему так долго? Почему не отменили, скажем, при Александре Первом, который очень хотел этого? Но дело в том, что крепостное право – это… Мы обычно представляем себе только одну сторону этого явления. Это несчастье, это издевательство над людьми, все такое прочее. Но на самом деле, да, это, наверное, бывало. Но, в общем-то, крепостное право – это система взаимопомощи. Потому что крестьяне в трудную минуту шли куда? К барину. Не урожай, пожар, какое-то бедствие. Они идут к барину – барин, помоги, барин, спаси, барин, дай взаимоденег и так далее. Барин дает, потому что ему выгодно, чтобы крестьяне были живы, хотя бы по этой простой причине. И вот такая взаимосвязь между крестьянами и помещиками, она существовала многие века. И ее не так просто было оборвать. Поэтому Николай Первый провел целый ряд реформ для того, чтобы решить эту проблему. Так что, действительно, великие реформы, те, которые провел Александр Второй. Но, разбираясь в истории России, очень важно понять именно феномен крепостного права. Потому что это была цена, крепостное право, это была цена независимости. И возникает вопрос, почему в России так долго существовало самодержавие, существовала вот эта форма монархии. Дело в том, что монархия и ее форма, самодержавная монархия, имели, как любая политическая система, свои плюсы и минусы. Но среди этих плюсов был огромный плюс, о котором мы уже говорили, то есть обеспечение независимости. Россия, что ни говори, а при монархах была могущественной страной, которую уважали, которую боялись, но которая всегда участвовала во всех международных делах. Но есть еще один плюс у монархии. Монархия – это оптимальная политическая система для экстремальных ситуаций. Вот так я бы сказал. Когда нужно сделать что-то стремительно, какой-то крупный проект, как мы сейчас говорим, монархия оказывается очень эффективной. Ну, достаточно вспомнить первую железную дорогу, Петербург-Москва, которая за 8 лет была построена под личным контролем самого царя Николая I. То есть вот это строительство, конечно, возможно было в таких темпах только при монархическом правлении. Но ближе к нам мы знаем, скажем, индустриализацию, в конце концов. Ведь сталинская система – это тоже монархия, это супер-монархия. И вот построить за 10-15 лет такой мощный военно-промышленный комплекс, какой был создан, который обеспечил нам независимость, в конце концов, это могла только монархия. Эффективная, сильная монархия. Так что монархия может много, но, как я сказал, она имеет свои недостатки, о которых тоже надо помнить. Какие недостатки монархии? Ну, прежде всего, монархия убивает инициативу. Монархия – это царь. Царь, который диктует свою волю и не советуясь ни с кем, или во всяком случае не испытывая нужды в каких-то дополнительных консультациях, он принимает решения. И на всех уровнях монархия воспроизводит себя, то есть наверху царь, по ней же губернатор. Губернатор тоже царь в своей губернии, по ней же там какой-нибудь капитан-исправник у себя в уезде. Это особенность монархии, она тиражирует себя на всех уровнях. И отсюда у людей исчезает инициатива. Человек уже думает, что я могу сделать, я ничего не могу сделать, у меня есть царь. Если я буду что-то предлагать, он скажет, ты что, умнее меня, ну-ка, давай-ка, так сказать. Поэтому монархия убивает инициативу. Это беда, но это исторический факт. Еще одно свойство монархии – это дешевизна. Так, в идеале, во всяком случае, монарх в своем лице соединяет и исполнительную власть, и законодательную, и судебную. Поэтому нет необходимости держать целую армию чиновников, которые бы обслуживали три ветви власти. Одна ветвь власти, которая действительно является властью. Но монархия наша имеет такую слабость. Это власть без тормозов. То есть, если попадается, так вот, в игре случая попадается талантливый правитель, понимающий проблемы России, желающий остаться в истории как хороший правитель. Ну, Петр Великий достаточно вспомнить, да? То такой правитель может многое сделать, потому что его никто не остановит. Потому что монархия – это власть одного. А если наоборот, а если окажется монарх такой, как Павел Первый, например, который начинает там какие-то глупости творить, остановить его крайне трудно. На первый взгляд кажется, что вообще нет у монархии никаких тормозов. На самом деле тормоза, конечно, есть. Какие тормоза? Ну, во-первых, это заговор аристократии. Когда аристократия чувствует, что ее интересы монарх слишком сильно, так сказать, ущемляет, вот тогда возникает дворцовый переворот, заговор с целью свержения этого монарха. И мы знаем в нашей истории эпоху дворцовых переворотов. Другой тормоз – это народный мятеж. Это Пугачев, который тоже должен, так сказать, монарху поставить препятствие в его деятельности. Но в целом получается вот такая система сложная, в чем-то сбалансированная, в чем-то архаическое. Но, во всяком случае, для понимания того, что представляет собой сегодняшняя Россия, куда она может пойти, нам нужно, конечно, заглядывать в прошлое и понять прошлое. Почему была та система, почему не другая. И вот в этом отношении история – это великая наука, которая должна быть достоянием всего народа.